всем привет мои дорогие парагонеры с вами вула и на ваших экранах как вы могли понять парагон и мы будем сегодня говорить о твинбласте ну а точнее мы еще заденем некоторых дополнительных керри потому что билд в целом там на всех будет одинаковый и сегодня у нас будет такой необычный режим гайда в виде подкаста поэтому не будем как говорится тянуть моряков за стальные яйца и погнали сразу к предметам а рассказывать я буду сразу о наверное четырех героях практически одновременно ну разумеется о билдах на этих героев а это у нас соответственно мёрдок твинбласт соечка и можно еще в принципе сумрака сюда приплести а вот фантома как керри уже сюда сыпать не стоит потому что все таки фантом у нас понемножко по-другому собирается но это не суть сегодня поговорим только об этих вот четырех персонажах так вот какие предметы на них собирать ну разумеется первым делом когда вы идете на line как и любой нормальный более-менее сейчас игрок берет зеленый камень опять же если вы не лесник но по большей части сейчас только зеленый камень все берут желтый камень брут лесники но если вы закупаетесь на line если у вас листик скажем так не очень но в целом я всегда советую закупаться зеленый камень 2 фласки и взор наблюдателя брать ворды в принципе советую братья частенько но хотя бы по ситуации если у вас вордов нету если вас саппорт не ставят покупайте хотя бы сами все-таки это парагон а не дота и здесь ворды должны стоять все ну по максимуму тем более если к примеру врагов есть калари которые невидимы и без вордов но у ее крайне тяжко убить и хотя бы заметить что она к вам подходит потому что она еще тихо подходит и и если других еще можно хоть как-то услышать то вот калари уже услышать практически невозможно ну возможно но ладно не суть не в этом дело фактом что берите ворды покупайте ворды не тупите ну и так как мы керри сегодня мы будем говорить о твин бласти и не только соответственно у нас керики развивается в основном только в одну стезю это разумеется физическая сила ну и криты ну мы поговорим сейчас обо всем по отдельности но в целом первым предметом обычно я всегда советую брать именно десерт фанатика все-таки керику нужна выживаемость и это охереть какой полезный предмет он вам реально дает приличное количество щитов зависимости от вашего уровня а на первом уровне это 220 на первом уровне вы все равно не соберете все равно соберете его уровню где-то примерно к пятому шестому плюс минус может быть даже больше плюс наверное пятом уровне то надо очень сильно постараться там их поубивать надо очень много и тогда да в принципе возьмете предмет очень дешевый и очень полезный он это вам и криты и скорость атаки и силу это охеренная вещь но есть один нюанс есть такой персонаж как сумра которому первым предметом всегда стоит собирать священ ну ладно не буду говорить прямо всегда но в целом по большей части вы будете всегда на сумрак и собирать священный клинок королевства плюс два клинка убеждения и внимание внимание запомните священный клинок нужно брать только вместе с двумя клинками убеждения потому что пожалуйста люди читайте что дают предметы читаем внимательно увеличивает критический урон на 25 процентов если коэффициент вашего крит удара равен или превышает 50 процентов соответственно как только у вас 50 процентный крит шанс то предмет начинает работать пока крит шанс этого нету 50 процентного предмет не работает но именно вот это увеличение на 25 процентов а это увеличение 25 процентов очень мощный на самом деле так вот именно вот этот предмет сумра куда стоит в первую очередь собирать по остальном же я бы советовал собирать первым именно десерт фанатика теперь уже возвращаемся обратно к тем трем героям которые у нас идут Сойка, Твинбласт и Мердок. Следующими предметами есть смысл собирать уже сразу священный клинок королевства, если у вас все идет хорошо. Если же у противников есть Нарбаш, который действительно очень сейчас имбовый саппорт, он просто нереально сейчас дает буст своему керри на лайне, и убить какого-нибудь керрика, особенно Сумрака вместе с Нарбашем, это, ну, просто вот нереальная задача. Поэтому для того, чтобы резать хил Нарбаша, собираем меч распада. В любой другой ситуации, в принципе, можете сразу собирать священный клинок королевства, но не забывайте про клинок убеждений, и так как вы уже один десерт фанатика купили, то дополнительно к священному клинку королевства вам останется только купить один клинок убеждения. Ну, а третьим предметом уже взять на самом деле особо и нечего, потому что такой предмет, как священные рильки осенние, я бы назвал его больше именно предметом для милишников, тех, кто собирается в милишные криты, потому что он дает магическую защиту, плюс ослабление, снимает, когда вас подбрасывают, там станд какой-нибудь дают. Поэтому в любом случае три предмета, которые вы должны собрать на криты, это вот эти вот три штуки. Десерт фанатика, священный клинок королевства и меч распада. Ну, обычно я всегда собираю в такой последовательности десерт, священный клинок, меч. Если там какие-то хилы есть, могу собрать десерт, меч и потом священный клинок. Но в целом вот эти три предмета основа для нормального керика. Нормального, опять же. Есть, конечно, импицинные всякие керики, которые собирают все подряд, но в целом все собирается под начало через это. Но четвертым предметом есть уже смысл собирать такую вещь, как первая помощь, потому что лишний вампиризм вам не помешает, а у вас пока его вообще нету. И вот этот вот вампиризм, когда у вас уже есть нормальные криты, когда у вас уже приличное количество критов, поможет вам отхиливаться просто вот невероятно. В том случае, если катка у вас идет достаточно долго, уже имеет смысл собирать себе бензопилу сетара, которая будет резать и броню противникам, и дополнительный урон давать, в зависимости от того, чем больше у противников здоровья. Соответственно, вы будете разбирать танков. Ну и последний предмет для керика, как по мне, это карбоновый арбалет. Будет увеличивать вам физическую силу дополнительно за каждый там выстрел, плюс снижать скорость атаки противникам. Весьма полезный предмет, хотя иногда его можно собирать и пораньше, собрать его, допустим, вместо первой помощи, потом уже собрать первую помощь, а потом в конце уже бензопилу сетара. Но опять же, тут игра парагон такая штука, что она очень ситуативная. Вы можете, в принципе, даже взять некоторые такие предметы, как шкатулку торговца, но я не советую, на самом деле. Сейчас покажу, почему. К примеру, берем такую ситуацию. Вы на сойке, примерно там минута, ну, 12-13, у вас уже два предмета имеется, хотя может быть там больше, может быть, 15 минуты, но не суть. У вас имеется уже два предмета, плюс у вас есть кинжал. Ну, камень я не буду убирать в расчет, и вы начинаете палить по противникам. У вас 193 дамага, плюс у вас идут криты по 386. Ну, опять же, мы не считаем броню, мы просто берем вот чисто идеальные варианты, потому что в любом случае броня будет срезаться, что так, что так. Ну, и второй вариант, который я видел, это примерно вот берут вот такую вещь. Берут себе шкатулку, вампиризм сразу, ну, и немножко, допустим, докидывают, чтобы примерно по ценникам было одинаковое, с вот мечом этим, и получается у нас вот такая ситуация. Урон уже по факту становится не намного больше с руки, но при этом мы лишаем себя критов полностью. Но вы скажете, что у шкатулки есть необычная особенность, такая штука, как она добавляет 6% от текущего здоровья цели. Ну, вот смотрите, допустим, у нас сейчас Сойка имеет 1600 хп. Допустим, образно говоря, что противник имеет, ну, так же самое 1600 хп. Ну, допустим, вы сражаетесь против какого-то Керрика один на один. Мы не будем в расчет брать каких-нибудь танков. Путем несложных подсчетов на калькуляторе мы получаем такую ситуацию, что с 1600 хп вы будете с каждого выстрела, ну, точнее, не с каждого, с первого наносить 96 урона. А дальше вот этот добавочный урон будет уменьшаться по одной простой причине, что шкатулка наносит урон от текущего здоровья цели. То есть не от максимального, а именно от текущего. И, соответственно, чем меньше будет здоровья у цели, тем, соответственно, меньше будет работать эта шкатулка. Плюс отхил, как таковой, будет, ну, не очень большой, так как урона у вас по факту-то немного. 208 единиц, ну, плюс там какая-то мелочь будет наноситься. Получил я, значит, по щам от мобов, и давайте посмотрим, как мы будем отхиливаться. По 31 хп. Казалось бы, много, но поверьте мне, в замесах вы вряд ли будете наносить больше. И опять же, стоит учитывать один небольшой нюанс, что сейчас мы наносим урона больше. По одной простой причине. По всяким миньонам шкатулка наносит на 80 единиц урона больше. То есть она позволяет вам чистить быстрее. Лайн, как пуш потенциал, она неплоха. Но как для урон по героям, это не очень. Потому что с броней противники же будут, урона будет еще меньше. Соответственно, и отхила, как такового, не будет. Вот этот отхил, который у вас есть сейчас в 30 хп и от крипов, превратится, ну, в 15. Это в лучшем случае, может быть, в 10, в 11. Ну а теперь, ребят, быстренько пробежимся по твинбласту, потому что сегодня речь у нас пойдет о нем. Что же у нас тут имеется? Ну, по закупу я уже, в принципе, сказал, вардына пригодятся, но вот мой почему-то саппорт не хочет, не спешит ставить варды. Потому что, по факту, саппорт мог бы вернуться уже обратно на базу после одного поставленного варда и прийти уже ко мне на лай. Но не суть. Ладно, мы говорим сегодня о твинбласте, а не о саппорте. Так вот, первым делом я обязательно советую качать именно улучшение мобильности, потому что Ешка позволит вам, ну, делать хоть какие-то маломальские сейвы на начальных этапах. Урона все равно у вас что с ПКМки, что с Кьюшки будет немного, но советую для Кьюшки обязательно ставить квиккаст. Потому что она позволит вам выпускать три бомбочки практически одновременно. Ну и разумеется, не забывайте фармить и ставить свой вардик в нужной ситуации. И раздамаживать вражеских героев. Вообще, какая-то странная ситуация. У врагов химера саппорт это вообще, ну, по идее, ненормально. Не забывайте раздамаживать фармить вражеских героев, потому что это очень важная вещь. Ну и фармить тоже не забывайте. Ну и вот и первый килл. Потому что нельзя практически не на секунду останавливать свой дамаг. Проще пропустить парочку крипов, но забрать при этом противника, чем просто стоять, тупо долбить. И опять же, пока вы долбете противника, он, соответственно, отходит и тоже не фармит. Ну, вряд ли есть какой-то противник, который будет одновременно и стоять просто на месте, фармить крипов и получать от вас урон. А вот максить после прокачки всех способностей по одному разу советую кьюшку. Она, конечно, даст побольше вам дамага поначалу. Ну, это хоть какая-то. В принципе, такой способ прокачки способностей у большинства героев. То есть, что у Мердока в основном качаете кьюшку, что у Сумрака в основном качаете кьюшку. Даже, в принципе, и у Сойки тоже качается кьюшка, потому что она много урона наносит. Отлично. Стоечка нам помогла. Точнее, наша Мурка нам помогла. Ну, и мы еще дополнительно раздамаживаем вражескую химеру. В основном, на самом деле, я хочу сказать так, что большой спейс на линии делаете не вы, а именно ваш саппорт. В зависимости от саппорта вы можете использовать разную тактику игры. Либо вы можете кушать, либо вы можете, наоборот, ближе подносить крипов к своей башне для того, чтобы ваш лесник мог выходить. Сейчас, допустим, надо смотреть внимательно, потому что в таких ситуациях вы можете находиться в легкой досягаемости от вражеского лесника. Он может просто прийти и, ну, вас убить. Плюс стоит не забывать о том, что когда у вас уже появляются деньги... О, видали? Прибежала графиня и попыталась что-то сделать. Но у нас пока еще денег на первый предмет нету, поэтому мы немножко постоим. К тому же нам ничего не мешает. Мы себя хорошо на лайне чувствуем и прекрасно справляемся. Вот и еще один дополнительный килл и, в принципе, уже можно идти за предметом в первом. Хотя, может быть, получится еще... Кстати, а вот его ультимативная способность не самая полезная вещь и весьма очень сложно реализуемая. Да, у нее радиус дальности, скажем так, подальше, чем ваша основная атака. И это позволит вам, ну, скажем так, доставать, может быть, противников, которые... Ммм, там какая-то скотина. Стоит в кустах. Так вот, радиус ульты, конечно, гораздо дальше, чем ваших скиллов. Так, надо, наверное, уходить отсюда вам и покупать уже предметы. У нас уже есть 3000, соответственно, мы сейчас можем прийти с очень мощным предметом, таким, как десерт фанатика. И это будет уже для них проблема. И, соответственно, не только десерт фанатика. Мы можем взять еще дополнительно варты. И, ну, здесь, к сожалению, мы уже ничего не возьмем. А вот после забирания первой башни уже можно повеселиться. И можно походить по другим лайнам. Соответственно, не забывать еще отпушивать ваш лайн. Ой, бежала на нас графиня. Как нам повезло, чтобы вовремя успели телепортироваться. Идем на мид и поможем там всей нашей толпе. Ну, которая там умирает потихоньку, но ничего, мы быстренько им поможем. Убьем сначала, наверное, графиню, которая там есть. Хотя, может быть, и начало. Убили фантома. Э, ты не уйдешь, парень. Убили двоих. Там же пришла, забрала графиня. Но это все равно неплохо. Мы все равно свое сделали. Убили. 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 опять же еще небольшой совет если вам не хватает немножко до предмета то можете немного совсем чуть-чуть по времени подождать и уже пойти с полноценным предметом что соответственно запустит вам немного урона разумеется он до конца у нас пока что не будет работать но по крайней мере следующим предметом мы соберем себе дополнительную запчасть и у нас начнет работать полностью в эти временем быстренько откушим мед а а Продолжение следует... Итак, я надеюсь у нас получится снести... Нет, а нет, в видео получится. Сейчас-таки у нас снести. Грибочки подошли. Я даже пожертвую своей жизнью. Есть, я снес. Пожалел свою жизнь, ну точнее пожертвовал своей жизнью, чтобы снести этот прекрасный ингибитор. А теперь уже можно собрать себе, к примеру, какой-нибудь вампиризм для начала. Ну, можно, конечно, было собирать себе уже не вампиризм, но мы соберем вампиризм. Как говорится, по ситуации, потому что у врагов есть противная графиня, которая наносит много урона, соответственно, нам нужно хоть как-то откиливаться. А эта скотина будет прыгать явно только на меня. Соответственно, нам нужно пытаться пушить, пытаться где-то подфармливать и пытаться как-то убивать вражеских героев. Давайте попробуем. Поберем немножко вражеский лес. А сзади у нас там... Фантом за стенкой стоит, но ничего. Теперь у нас есть вампиризм, теперь у нас есть еще ускорение атаки. Сейчас будет веселее. Как бы то ни было, для нас это все равно победа, хоть и команда вроде как бы тут немножко подкидывает. Чуть-чуть. В целом получается вот такой вот простой геймплей на керриках. И при этом игра просто закрывается, походу наш сервер оффнулся и она в статистику не пошла. Прекрасно. Уже который раз случается такая ерунда. Но самое главное, что я записал для вас гайд, плюс как приблизительно действовать. Кстати, на вчерашнем стриме, если кто помнит, мы наконец-таки сделали ачивку за 10 минут. Причем сделали ее полноценно. Не со всякими там ливами противников, а именно уничтожили за 9.55 вражеский трон. Ну а на этом все, друзья. Я надеюсь, такой вот формат, может быть, вам понравился с лицезрением меня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, чтобы не пропускать новые видео, а также стримы. И играйте только в хорошие игры. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok